Доброе утро, друзья! 25 декабря на календаре, пятница. Католики уже отмечают Рождество, а нам с вами расслабляться пока рано. У нас еще рабочая суббота впереди. И все праздники, кстати, тоже, так что не грустите. Лучше послушайте, что мы для вас сегодня приготовили. В рубрике «Афиша» расскажем о самых интересных событиях ближайших дней. В некоторых можно поучаствовать, не вставая с дивана. Зовите детей и занимайтесь своими делами. Малыши скучать и вам мешать точно не будут. В рубрике «Щитовод» Ирина Тарасова полюбуется самым главным рождественским цветком – пуансеттии. Двум бедным детям нечего было принести в храм для украшения алтаря, поэтому по дороге они просто нарвали ветви какого-то кустарника. Аглая Уткина вместе с героями бредовостей проявит мастерство и волю к победе. Башня еще и светится изнутри. У снежного строения даже есть название – «Ода, Матери, Природе». Участники конкурса «Раздомашний Новый год» удивят красавицами-елочками. В семье Полины Якимовой елку наряжали все – дружно. Народные умельцы научат делать из мастики украшения на торты. Сделать украшения можно в форме лебедя. Это очень просто. А герои рубрики «Вот это да» прогуляются по зоопарку «Голограмм». Что же остается делать вам? Конечно же, завтрак по рецепту Ольги Фадеевой. Доброе утро, друзья! Сегодня рецептом с нами поделится Ольга Фадеева, хозяйка ресторана «Русь». Оль, доброе утро! Доброе утро! Будем печь! Мы все время думаем, что же нам приготовить из творога. И первое, что приходит на ум – это сырники. Это ленивые вареники, мы их уже готовили. Сегодня мы хотим предложить калачики из творога. Тоже делаются легко и просто. Ну, просто разнообразим меню из творога. Воскресный выходной день, всем понравится. Все с удовольствием попробуют, я думаю, возьмут на заметку. Что нам потребуется? Ингредиенты простые. Нам понадобится пачка творога. Мы взяли 9-процентный творог. Вот такой пастообразный. Некрупинчатый. Нам потребуется раздрыхлитель. Нам потребуется мука. Муки мы взяли 200 грамм. Но мы будем смотреть по консистенции теста. Нам потребуется сахарный песок. Сахарная пудра – это уже потом на посыпку. И одно яйцо. Все ингредиенты абсолютно простые. Пробуем. Первое, что нам надо – это замесить тесто. И основное. Отправляем творог в миску. Сюда же разбиваем одно яйцо. Добавляем одну столовую ложку сахарного песка. Если кто любит послаще, то мы добавляем две. Ну, мы вот одну с горкой. Достаточно. Мы сверху потом обильно посыпем сахарной пудрой. Пока растираю творог с яйцом и с сахаром. Основа для теста готова. Осталось нам сюда добавить только муку с разрыхлителем. Мы берем муку. Добавляем сюда одну чайную ложку разрыхлителя. Сейчас немножечко вилочкой перемешаем. Вот так, чтобы с горкой была. Вот так вилочкой перемешаем. И уже будем добавлять сюда в тесто. Смотрите, сколько нам муки понадобится. Нам совсем крутое тесто не надо, но мы должны его раскатать и вырезать из него колечки. Муку мы до этого просеяли. Сюда мы добавили только разрыхлитель. Готово. Отправляем частями. Замешиваем. Остальную муку мы выбрасываем сюда. И уже тесто замесим остальное здесь на месте. Здесь мы все перемешали. У нас уже ни к тарелке никуда не пристает. Отправляем все сюда. И уже будем замешивать блюдо здесь вот тесто на месте. Тесто готово. Вот у нас такой получился хороший калачек. Мы немножко оставляем муки на столе. И раскатываем тесто толщиной 1 сантиметр. Больше не раскатываем, потому что вырезать мы будем несколько раз калачики. У нас особый процесс, поэтому мы еще раз будем сейчас раскатывать тесто. Мы взяли две формы разного диаметра. Нам нужно же красиво, поэтому мы делаем сначала крупный диаметр. Теперь маленький диаметр вырезаем. И у нас получаются вот такие красивые калачики. Прожарятся они очень быстро на сковороде. Это очень удобно. Можно быстро жарить и есть горячими. Из маленьких мы еще для более маленьких наших намочаться. У нас еще маленькие калачики. А уже вот остаточное тесто мы пожарим просто кругляшками. Наши калачики готовы. Начнем с самых больших. Самый ответственный момент – это наши самые большие калачики. Сковородку мы нагрели, налили туда растительного масла. У нас должно быть оно горячим, шипящим. И мы складываем разные по диаметру, чтобы у нас как раз на всю сковородку. И отправляемся жарить. Почти у нас блюдо готово. Наши творожные калачики. Но самый ответственный момент – мы посыпаем сахарной пудрой. Чтобы у нас совсем это выглядело красиво, аппетитно. Чтобы еще раз хотелось нам это приготовить. Ну и, конечно, для сладкоежек. Кто любит послаще. Готово! И кто любит творожную выпечку, обязательно приготовьте такую красоту. Приятного аппетита! Ресторан Русь Как появилось слово «канетель»? Да, вопрос сегодня новогодний. А вот новогодний ли у него ответ, узнаете, если досмотрите нашу программу до конца. А сейчас у меня к вам другое предложение. В Африку отправиться. На солнышке немножко погреться. Кокосами полакомиться. Глядишь, и настроение незаметно поднимется. По традиции в пятницу дразним вас экзотическими видами. Кого угостить кокосом? Только взбирайтесь на пальму сами. Уж больно она высока. Всем теплого, вкусного, солнечного утра, легкого дня и приятного вечера! Завтра нас ждет рабочая суббота. Но это не значит, что вся культурная жизнь в городе застынет до воскресенья. Не всех ведь ждет трудовая вахта. Кто-то дома останется и будет думать, чем развлечь себя и своих детей. А что тут думать? Мы вам сейчас множество вариантов предложим. Запоминайте! Приветствую всех, кто не привык проводить выходные на диване за просмотром любимых сериалов. В эфире рубрика «Афиша» и самые интересные мероприятия, которые пройдут в нашем городе в ближайшие дни. По традиции начинаем с дня сегодняшнего. Центр здоровья и досуга приглашает всех желающих совершить квест по городу. Его название говорит само за себя – «Новогодний подарок». Принять участие в квесте очень просто. В 12 часов дня нужно зайти на официальные странички Центра здоровья и досуга в социальных сетях, узнать, в каких точках города спрятаны жетоны, а потом одеться поудобнее и пробежаться по Заречному в поисках этих тайников. Отличная идея, мне очень нравится. Можно весело провести время с друзьями или всей семьей. А тем, кто не может или не хочет сегодня выходить на улицу, в рамках новогоднего марафона информационно-библиотечное объединение на своей официальной страничке ВКонтакте предлагает в 14.30 посмотреть мини-спектакли по сказкам народов Пензенской области. Родители, включайте компьютер, зовите детей и занимайтесь своими делами. Малыши скучать и вам мешать точно не будут. Перелистываем календарь. Суббота, 26 декабря, 11.00. Театр юного зрителя готов поделиться с малышами и взрослыми новогодним настроением. Для этого у него есть веселый спектакль «Медведь, который не верил в Деда Мороза». Ну как можно не верить в главного зимнего волшебника? В сказке наверняка нашелся тот, кто убедил упрямого Мишку, что добрый старик с белой бородой существует. На это стоит посмотреть. А вечером того же дня снова в театр, но уже с детьми и подростками. Вы наверняка уже наслышаны о новом спектакле «Собаки Якудза». О нем много спорят, его горячо обсуждают, и вам пора бы составить об этой работе завещенских актеров собственное мнение. Так что не пропустите. В воскресенье, 27 декабря, тоже начните с похода в театр. На свидание с вами в 11 часов прилетит любимец всех озорников – Шалун и Весельчак, мужчина в самом расцвете сил, неугомонный Карлсон. Поднимет настроение и себе, и всем своим гостям. А дальше в парк. Все в парк. И в субботу, и в воскресенье с 10 утра до 7 часов вечера здесь можно будет побегать на коньках по гладкому льду вокруг елочки. А в воскресенье в 17.00 еще и потанцевать под зажигательную музыку. С 3 часов дня до 8 часов вечера в выходные у зала игровых автоматов всех будет ждать Дедушка Мороз, чтобы прокатиться с желающими на новогоднем паровозике. Там же в воскресенье из 17.00 до 19.00 у вас будет возможность почувствовать себя жителем Крайнего Севера, где преодолевают огромные расстояния на собачьих упряжках. Да-да, вас тоже покатают общительные голубоглазые хаски. В воскресенье в 15.00 загляните во двор дома номер 35 по улице Ленина. Там в это время будет проходить новогодний праздник. Гостям жители дома всегда рады, так что не стесняйтесь. Участвуйте в конкурсах, играх и танцах. Кто сказал, что в нашем городе скучно и в выходные делать совершенно нечего? Такое мог утверждать только тот, у кого не было нашей афиши. Но теперь-то вы с ней ознакомились. Самое интересное, надеюсь, запомнили. Осталось во всем поучаствовать. Всем чудесных выходных! Раньше только за рубежом, а в последнее время и у нас, в канун Нового года, на прилавках магазинов появляются растения с ярко-красными верхними листьями. На самом деле, это и не листья вовсе, а прицветники. И появляются они только на время цветения, а потом опадают, и кустик становится просто зеленым. Пока он цветет, его принято дарить родным и друзьям на Рождество. Как появилась эта традиция? Как называется само растение? На эти и другие вопросы нам ответит наш счетовод Ирина Тарасова. Здравствуйте! Официальное название этого цветка Панцетти Прекраснейшая, но все его знают как рождественскую звезду. Это обычное зеленое растение, но когда оно зацветает маленькими невзрачными цветочками, их обрамляют красные прицветники, и куст в самом деле становится похож на звезду. У этого цветка из семейства молочайных интересная история. В дикой природе он встречается в Мексике. Еще в XIV веке ацтеки из его красных прицветников получали естественный краситель для косметики и тканей, а белым соком лечили лихорадку. Когда в Мексике появились первые миссионеры, они, конечно, не смогли равнодушно пройти мимо растения, напомнившего им звезду. В XVII веке монахи на Рождество стали украшать пурпурными листьями храмы. Испанские колонисты даже придумали свою рождественскую историю о происхождении Пуансеттии. Двум бедным детям нечего было принести в храм для украшения алтаря, поэтому по дороге они просто нарвали ветви какого-то кустарника. Это был скромный и невзрачный букет, но когда девочка с любовью положил его у ног младенца Христа, он неожиданно расцвел красными цветами. С тех пор растения стали называть цветы святой ночи. В Германии об удивительном молочае узнали случайно в самом начале XIX века. Однажды зимой Карл Людвиг Вильденов, управляющий Берлинского ботанического сада, увидел ярко-красные листья растения, которые выглядывали из трещины оранжереи. Карл вспомнил, что этот куст ему привез вдруг из путешествия по Центральной Америке. Но зацвел он только сейчас, в самые холода. Садовод был потрясен его неожиданной красотой. Он изучил, описал растения и даже дал ему свое название, которое до сих пор можно найти в ботанических справочниках. Но широкого распространения оно не получило. Чаще цветок именует Пансетти, в честь первого американского посла в Мексике Джоэла Пуэнсетта. Его интересы не ограничивались дипломатической миссией. Любитель ботаники много путешествовал, искал неизвестные растения и отправлял их на свои плантации в Южной Каролине. Красный цветок ему очень понравился. Джоэл с удовольствием его разводил и рассылал в подарок своим родным и знакомым. Благодаря его усилиям молочай, прекраснейший, получил широкое распространение. Вот цветок и назвали в честь его главного поклонника. Сейчас селекционеры вывели множество сортов рождественской звезды. Она бывает самых разных оттенков, вот только добиться от нее повторного цветения достаточно сложно. Это по силу лишь немногим. Основная масса любителей необычного растения поступает просто. Под Новый год покупают красную пансеттию и любуют ею около 4 месяцев, пока не закончится период цветения. А потом выбрасывают, чтобы следующей зимой обзавестись новой рождественской звездой. Но есть и те, кто соблюдает все найденные в интернете рекомендации по уходу за этим растением. И под Новый год благодарная пансетти награждает их пышным пурпурным цветом. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха днем минус 6-8, ночью 9-11 градусов мороза. Скидки от 20 до 60%. Только в новогодние праздники с 18 декабря по 10 января. Лале Антилоп. Сыр российский пестравка 369,90. Мега выгода в Скидкина. Приятели помогают, пока им не сложно. Но только настоящие друзья идут с вами до конца. Бесплатно довезем, поднимем и донесем до места установки. Например, смарт-телевизор Samsung и карту на 10 тысяч в подарок. Корпорация Центр. Корейка столичная 279,90. Мега выгода в Скидкина. Я мужчина в полном рассвете сил. В меру питанный и очень, очень воспитанный. Так это вы воровали у меня плюшки. Смотрите веселый, озорной, хулиганский спектакль. Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел. Окорочок куриный 1 килограмм 119 рублей. Мега выгода в Скидкина. Смотрите на нашем канале главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа Страна Росатома. В погоне за рождественским настроением все средства хороши. Решил Тайлер Камхольд. Он купил длинную светящуюся гирлянду и щедро украсил ей всю свою машину. А чтобы и другие порадовались вместе с ним, отправился с такой иллюминацией кататься. Не знаю, как отнеслись к его идее жители городка, но вот полицейским она точно не понравилась. Стражи порядка решили, что обилие праздничных огней на транспортном средстве незаконно. Они остановили Тайлера, но штрафовать не стали, ограничились предупреждением. Праздник как-никак, а ему все профессии покорны. Вообще в мире к этому часу произошло немало интересных событий. О некоторых из них нам сейчас Аглая Уткина расскажет. Доброе утро! В эфире Бредовости и вот о чем я вам расскажу сегодня. Когда идешь к намеченной цели? Снежная башня. Незваный гость. Теперь об этом более подробно. ДИ-БИ-ШОУ! Восьмилетняя Ма живет в Пекине и занимается конькобежным спортом. Эти кадры сняты на очередных соревнованиях. Для девочки они начались не самым лучшим образом. Прямо на старте Ма упала и осталась позади всех своих соперниц. Однако надежда на победу у спортсменки не исчезла. Ма не сдалась и принялась изо всех сил догонять остальных участниц соревнований. И не просто поравнялась с ними, но и в итоге финишировала первой. ДИ-БИ-ШОУ! Дэйв Ростайн не против, чтобы к нему во двор приходили зеваки. Вот уже много лет он занимается снежными скульптурами. На сей раз мужчина взял около двух тонн снега и построил шестиугольную башню, высота которой составила два с половиной метра. Кроме того, башня еще и связится изнутри. У снежного строения даже есть название Ода Матери Природе. Художник рассказал, что именовал ее так потому, что подобный узор очень распространен. Его можно увидеть и в пчелиных ульях, и на панцирях черепах, и на рыбьей чешуе, и на змеиной коже, и в огранке драгоценных камней. Скульптура недолговечна, так что Дэйв приглашает всех полюбоваться ею прямо сейчас. Жители Австралии, проводившие ночь на природе в палатке, проснулись от шума. Дело в том, что к ним пробрался незваный гость кенгуру, который с аппетитом уплетал банан. Конечно, люди принялись прогонять визитера всеми подручными средствами, однако кенгуру ни на что не обращая внимания сначала приспокойно доел банан и только потом удалился в освоясе. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите в понедельник, а прямо сейчас в эфире нашего канала Гороскоп. Овен, немедленно бросьте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить. Телец, вы склонны усложнять ситуацию и удается вам это с блеском. Только вот зачем? Не пора ли изменить подход ко всем проблемам? Близнецы, все основные вопросы вы решили, дела переделали. Теперь можете с полным правом отдохнуть и развлечься. Рак, сегодня возможно к вам в руки попадет что-то очень хрупкое, но бесконечно прекрасное. Будьте внимательны и максимально аккуратны. Лев, страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Как бы вам не открыть что-нибудь такое, о чем потом будет жалеть все человечество. Дева, вас ждет очень напряженный день. Крупных задач не будет, а вот количество мелких перейдет все мыслимые границы. Весы, вами овладеет желание совершить что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что делать этого не стоит. Хотя бы не выходите за рамки закона. Скорпион, вы будете отлично себя чувствовать, полностью во что-нибудь погрузившись. Если не любите продолжительных водных процедур, значит это будет книга или авантюра. На выбор. Стрелец, если у вас появится какая-нибудь проблема, не пытайтесь решить ее в одиночку. Сразу обратитесь к друзьям за помощью. Все вопросы исчезнут в считанные минуты. Козирог, вы будете комфортно себя чувствовать в любой компании. Вам на редкость легко будет сдержать любое обещание. И все-таки не раздавайте их направо и налево. Водолей, сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии, и вы создадите нечто такое, что останется жить в веках. Рыбы, а вам точно нужно то, чего вы так долго и упорно добиваетесь. Вы в этом абсолютно уверены? Ведь добьетесь же! Друзья, у вас остается совсем немного времени, чтобы принять участие в нашем конкурсе «Раздомашний Новый год». Если не сегодня, то в крайнем случае в понедельник загружайте свои фотографии с новогодним интерьером на сайт городзет.инфо. Там же читайте все условия состязания. Скоро прием работ закончится, и тогда вы уже не сможете побороться за призыв от наших спонсоров. Берите пример с тех, кто уже рассказал нам о своих новогодних традициях и обычаях. В семье Полины Якимовой елку наряжали все. Дружно. Даже шестимесячный братишка помогал. А сама Полинка для настроения нарядилась конфеткой. Видите, сколько у меня на столе сертификатов? Все их получат победители конкурса «Раздомашний Новый год». То есть те, за кого проголосуют посетители портала городзет.инфо и члены нашего жюри. А призы нам предоставили магазин красивой одежды для дома и отдыха день и ночь. Компания Буфет 58, магазин товаров для творчества Хоббиты, кафе Бестро Улей и отдел Урюк и Фундук. Так что лидеры у нас будут нарядные, сытые, с наборами для творчества и всякими сладостями. Кстати, о сладостях. Впереди рубрика Лайфхак А в ней столько мастики. Продолжаем мастерить из мастики. Сделать украшение можно в форме лебедя. Это очень просто. Действуем таким образом. Для детского торта можно слепить улитку. Буквально несколько движений и веселые украшения готовы. А есть такой необычный вариант. Из мастики зеленого цвета можно сделать вот такой гороховый стручок. Такие интересные идеи. Пробуйте! Как появилось слово конетель? В латинском языке было слово канна. Оно обозначало плетеные изделия из тростника. Затем во французском появилась конетель. Тонкая витая металлическая нить, предназначенная для рукоделия. Первое упоминание слова конетель в русском языке можно найти в документе 1589 года. В нем описывалась одежда Бориса Годунова. Тогда тоже речь шла о золотой или серебряной нити. В 19 веке появилось новое значение волокита, череда проволочек, нудное занятие. В современном языке конетель это и металлическая нить, и длительное с задержками однообразное дело. Последнее время человечество разделилось на сторонников и противников зоопарков. Одни утверждают, что для многих видов это единственный шанс остаться в живых. Доводы других неволя, отсутствие движения и в целом негуманные отношения к братьям нашим меньшим. А вот японцы ни с кем спорить не стали. Они взяли и устроили зоопарк с голограммами. И все довольны? Субтитры Субтитры Как говорится, до чего дошел прогресс Наверное, у таких зоопарков тоже скоро появятся и защитники, и противники Но сейчас мы плюсы и минусы обсуждать не будем Нам пора прощаться Скорее разбирайтесь со всеми рабочими вопросами И приступайте к приятным предновогодним хлопотам Всем удачи! Надеюсь, в понедельник увидимся Субтитры подогнал «Симон»